В Санкт-Петербурге прошел концерт христианской богослужебной музыки в исполнении хора Успенского подворья «Оптиной пустыни». Творческая встреча была приурочена к празднованию 20-летия коллектива. Подробности выясняли наши петербургские коллеги. Слово Игорю Хмари. В этот вечер малый зал филармонии был заполнен полностью. Всех этих людей объединила любовь к творчеству хора Успенского подворья «Оптиной пустыни», изначально создававшегося как особый коллектив. Изначально хор создавался как богослужебный. И именно восстановление, а в общем время было такое, это был конец 20 века, там как раз время было восстановлено, когда активно возвращали храмы, монастыри. И в общем-то возникла такая идея, что хорошо бы попробовать восстановить древние монастырские распевы в процессе именно богослужебном. Потому на концерте звучали богослужебные песнопения, рожденные христианской культурой. Это знаменные напеевы, ранние портесные произведения, грекорианские хоралы и даже армянская богослужебная музыка. В общем, произведения, требующие высокого профессионализма и кропотливого труда в их исполнении. Здесь действительно идет работа кропотливая. Александр Семенов – дирижер. Он всегда четко знает, что ему нужно, чего он должен добиться в работе. И это привлекает, безусловно, потому что халтура – это хорошо, может быть, когда-то для кого-то, кто не любит трудиться. А здесь порой можно добиться очень высоких таких действительно художественных результатов. Такие результаты всегда сопряжены с глубоким духовным переживанием произведений, что отмечали высокие гости, в частности, архиепископ Петерговский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, профессора, который оказывает научные консультации хоровому коллективу при реконструкции древних напевов. Мне на самом деле очень приятно сегодня присутствовать здесь, потому что тот язык, которым говорит эта музыка, она передает нам прежде всего слово. И эти люди являются не просто музыкантами, они являются служителями слова. Слово, которое оживает в их музыке и в их пении. И профессионализм, и духовность создали неповторимую атмосферу, которая поразила и вдохновила слушателей. Конечно, очень интересный концерт, порадовала широта, охвата репертуара, и православный, и также католический. Очень интересно посмотреть формирование с того, как оно формировалось. Таким образом можно говорить об этом коллективе как об уникальном явлении культурной жизни северной столицы. Хор, черпающий свое вдохновение в молитве, постоянно поющий за богослужениями в Успенском подворье Оптиной пустыни, несущий христианскую истину через красоту музыки людям в своей концертной деятельности.